Эти посетители Третьяковки внимательно следят за каждым жестом единственного аккредитованного в Самарской области гида-сурдопереводчика Натальи Трубкиной. Она владеет русским жестовым языком, поэтому может сопровождать слабослышащих и глухих. Женщина влюбилась в профессию с первого знакомства. Я обожаю рассказывать истории, и когда я поняла, что искусствовод этим и занимается, я все бросила и пришла сюда с удовольствием. Для того, чтобы стать сотрудником музея, Наталья прошла несколько этапов учебы и отбора. Сначала были курсы экскурсовода, затем нужно было погрузиться в изучение истории самого музея, ну и обязательно запомнить все аспекты самой выставки, чтобы с интересом рассказывать другим. Наталья признается, что обратная связь от гостей стоит всей этой работы. Я вижу счастье в их глазах, я понимаю, что я делаю полезное для них дело. Наталья Трубкина регулярно проводит экскурсии в разных культурных учреждениях, а также по городу. Иногда вывозит группы в заповедные места, поэтому у нее уже сформировалась группа поклонников. Они же пришли и узнать историю знаменитой фабрики кухни. В группе есть и бывшие сотрудники завода Масленникова, но и они многого не знали о культовом месте. Мы просто многого не знали, что было внутри столовая. Мы просто на стол готовы быстро, а что там готовились, как готовились, какие автоматы были тогда еще. Такие экскурсии в Самарской области проходят в рамках реализации нацпроекта «Демография». В Третьяковке внимание уделяют всем посетителям с ограниченными возможностями здоровья и стараются создать все необходимые условия для комфортного досуга. Мы вообще открыты для любых посетителей. Мы стараемся по максимуму сделать, во-первых, среду удобной, для того, чтобы можно было спокойно в здание прийти и воспользоваться всеми его услугами. Во-вторых, у нас есть еще экскурсии с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих. Тоже они были по выставке и по зданию. Исключений не будет и на новой выставке в круге цвета красный, который откроется 11 декабря. Наталья Трубкина тоже снова будет проводить свои экскурсии по экспозиции каждую неделю. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.